Прогуливаясь по улицам города, многие обращают внимание на то, как он преобразился. Особенно это заметно в центре города. Одним из значимых изменений для областного центра стал проект «Верши Брест», который придумал ученик гимназии номер один Денис Рябчук. Свою идею 15-летний юноша подал на конкурс в рамках школы проектного менеджера, проводимой агентством регионального развития «Дедич». Инициатива получила поддержку городских властей. Стихи известных белорусских писателей получили прописку в центре города. Теперь стены на улицах Гоголя, Маяковского и Комсомольской украшены таким необычным стрит-артом, который придает городу красоту и уют. Для того, чтобы рисовать на стенах, нужна недюжинная смелость и мастерство художника. Поэтому Денис пригласил команду единомышленников, которые хорошо справляются с такой творческой задачей. Каждая стена расписана разной техникой, а главное – очень красиво. Вдохновил две вещи. Во-первых, поэзия. Я довольно люблю поэзию, мне она нравится. И сама идея, я ее на самом деле подобрал из такого города Украины, как Львов. Там уже такое есть. Имею в виду стихи на стенах в центре города. И вот такое вот сочетание исторического центра, какой-то архитектуры еще времен 18 века. И стихов, как тоже элементы искусства, очень сильно воодушевляет. Дает какую-то уютную атмосферу. И я решил, почему бы такое не сделать в Бресте. Пока на стенах можно полюбоваться стихами трех авторов – Максима Богдановича, Нины Матяш и Геннадия Буравкина. В проекте у молодых инициаторов еще 17 стен. Правда, работу над ними планируют начать уже после зимних холодов. Многим моим знакомым кажется это очень красивым и кажется это очень потрясающим. То есть приятно же находиться в своем городе и видеть там какие-то интересные места. Да, мне кажется, вот такие вот, скажем так, проекты дают какой-то определенный шарм городу. В ближайшее время ребята планируют запуск краудфандинговой кампании по сбору средств на украшение стихами других домов в центре города. Благодаря такому необычному способу поэзию белорусских классиков обязательно прочтут и запомнят жителей и гости нашего города. А это самое главное.